Впрочем, уже со следующего года нагрузка на дороги может значительно снизиться. Департамент транспорта Омска с 1 января 2017 года намерен провести массовое сокращение маршрутов. Исчезнет 28 направлений и около 1000 микроавтобусов. При том, что пассажиров, естественно, меньше не станет. Бизнесмены и водители без боя уходить с улиц отказываются. Уже начались суды. Тахмината Инысова разобралась в проблеме. Предприниматель Владимир Занин пришел отстаивать свои права в суде. Говорит, доказать департаменту транспорта необходимость его маршрута не получилась. И другого выхода у бизнесмена просто нет. Его у «Газели» возили пассажиров от медсанчасти номер 9 до торгового центра «Мега». Три года назад он получил транспортную карту и имеет право работать на маршруте до 2019 года. Чиновники расторгают договор с ним и еще с шестью предпринимателями. В общей сложности это около тысячи машин, многие из которых были взяты в кредит. Мы просто не понимаем сокращение маршрутов, каким образом может улучшить пассажирские перевозки в городе Омске. Просто-напросто лишает права пассажира первонаперво выбора, на каком транспорте ехать. До 2019 года сейчас есть договор, есть договор до 2022 года, смотря у кого какой транспорт. То есть это как минимум еще на три года не должны у нас трогать никакими документами планирования, никакими своими задумками непонятными. В самом департаменте транспорта ссылаются на федеральный закон, согласно которому муниципальные образования должны развивать пассажирские перевозки. Чтобы мячи ездили на городском общественном транспорте, который будет конкурировать с частными автобусами. Но в мэрии пошли по другому пути, через сокращение. Меньше частных перевозчиков, больше пассажиров вынуждены будут ездить на муниципальных автобусах. Деньги пойдут не в карман бизнесменов, а в городской бюджет. И по подсчетам мэрии прибыль будет значительной. С введением 220-го закона у нас ушла часть нелегальных перевозчиков. Четыре маршрута просто сразу закрылись. Для примера, я могу сказать, что начиная с 16 июля, порядка в среднем на 170-180-190 тысяч выросла выручка муниципальных предприятий. Если говорить о результатах за несколько месяцев, по октябрь месяц, это дополнительно 20 миллионов предприятий смогли таким образом заработать. Взамен убранных микроавтобусов обещают выпустить автобусы большей вместимости. Но, скорее всего, людям придется ездить с пересадками, а значит, больше тратить на дорогу и денег, и времени. Кроме того, муниципальный транспорт не ходит допоздна, не хватает водителей. Но сократить частных перевозчиков решили еще и потому, что так безопаснее. Не хватает длины остановочных пунктов, где вот эти по 8-10 маршрутных такси выстраиваются в очередь перед остановками на пешеходных переходах. Надо сделать из 10 маршрутов, может быть, 3, 4, 5, но они будут укомплектованы не газелями, а автобусами большого класса. 19 октября уже не один предприниматель будет отстаивать свои права в суде. На заседании ИСЦОМ выступит межрегиональный независимый профсоюз работников автомобильного транспорта. Организация представляет интересы не только бизнесменов, но и водителей, которые, по всей видимости, с 1 января останутся без работы. Тахмина Тынысова и Евгений Слепов. Новости здесь, Омск.